12 миллионов деревьев на 4 тысячах гектарах земли посадили в этом году в Акмолинской области. Напомню, глава государства в своем послании народу Казахстана поручил увеличить территорию лесных массивов. Как будут реализовывать эти инициативы в регионе, расскажет Аслан Абуталипов. Последние годы озеленения в регионе идет динамичными темпами. С 2021 года в регионе высажено свыше 80 миллионов саженцев. В основном лесоводы высаживают хвойные и лиственные породы деревьев. Именно они адаптированы и пригодны к местному климату, говорит заместитель руководителя управления природных ресурсов Булат Токишев. Сделано немало, но предстоит еще большая работа, учитывая, что лесистость территории нашей области составляет всего 3%. Необходимо наращивать площади ежегодных посадок лесных культур и принимать меры по сокращению объемов рубок, очистки лесов от захламленности, создания зеленых зон вокруг населенных пунктов и охраны лесов от пожаров. К слову, посадка деревьев в процесс кропотливый. На это уходят годы. Важно не только посадить сеянцы, но и качественно, и без потерь их вырастить. Своим видением, как увеличить лесные угодья, поделился ветеран лесного хозяйства Майдан Бапанов. По его словам, лесхозы нуждаются в большом финансировании. Наряду с этим нужно усилить контроль за лесным фондом. Необходимо усилить контроль как за вырубкой, так и за посадкой деревьев. Возможно, нужно будет ввести мораторий на вырубку, иначе будет трудно увеличить лесные массивы. Поэтому должен вестись точный подсчет. И, конечно же, лесхозам нужна новая техника и кадры. Это самое главное. Тем временем в территориальной инспекции лесного хозяйства тщательно контролируют процесс воспроизводства зеленых насаждений. На каждом участке инспекторы проводят инвентаризацию лесных культур, заверяет заместитель руководителя ведомства Арман Турумбаев. Определяют количество высаженного посадочного материала, размещение посадочных мест на одном гектаре. Приживаемость у нас по Акмольской области составляет порядка 80-85%. Ежегодно у нас все эти посадки на следующий год проходят дополнения. То есть доводим до 100% дополнения. И уже в течение 5-7 лет мы уже их переводим покрытым лесом площадью. Вместе с этим президент страны поручил масштабировать комплексы по выращиванию посадочного материала. Сейчас в регионе действует 21 лесопитомник. Строительство еще двух начнется в ближайшее время в Адбасарском и Зерендинском районах. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Кокшетау, 24 ЕЗ.